Добрый вечер. Добрый вечер. Вадима Николаевич, я Ковалёна Наталья Викторовна, это, в общем-то, представитель Общества защиты животных. Вы, наверное, догадываетесь, о чём я вас сейчас спрошу. Я хочу узнать ваше мнение по поводу того ужаса, который мы испытывали на протяжении шести месяцев, это травли собак. Я хочу узнать, поддержите ли вы своих депутатов, которые настроены очень агрессивно, таких как Макаконенко. И я хотела бы сделать небольшое замечание по поводу того, что жители нашего города были уверены в том, что, как они все говорили, в общем-то, многие, что вы давали нам землю под строительство приёта, а мы к вам за ней не пришли. Может быть, они неправильно вас поняли, но такая фраза, в общем-то, я думаю, что где-то прозвучала. Спасибо большое. Спасибо. Ну, по Общество защиты животных, я уже очень много встреч проводил, ко мне приходило буквально, вот, когда это случилось, я считаю, что это трагедия в городе, когда потравили собак, и ко мне приходило, я не знаю, много-много людей из защиты животных. Мы общались, и я давал какие-то пояснения, рассказывал. Я категорически против того, что делалось, я думаю, что это больше не повторится. Ну, это, наверное, это уже люди сами, которые не выдерживают вот той ситуации, которая сложилась у нас в городе с этими собаками, которые уже, когда дети боятся в школу идти, когда родители боятся детей отпускать от них в школу, определенные сложности здесь уже были. Относительно приюта, я еще раз подчеркиваю, давайте вместе этот приют строить. Вопрос выделения земли, мы определились, где эта земля будет, сколько там земли, но этим должны заниматься специалисты, те, кто знает толк в вопросах защиты животных. Это, наверное, должны какие-то ветврачи, это должны быть зоотехники, я не знаю, кто еще. Давайте вместе решать эту проблему. Но я еще хочу, другое хочу сказать, что я вас уверяю, что мы не сможем за счет бюджета выделять деньги на содержание этих животных. Может, где-то частично, где-то что-то можем. Мы сегодня не можем накормить детей в школах, мы не можем обеспечить нормальным питанием, потому что люди сами дополнительно проплачивают, финансируют, скажем, мы даем 7 гривен в среднем на школьника, это мало, родители сами доплачивают. Но содержать животных и решать данный вопрос, наверное, надо всем вместе. Понимаете, есть любители животных, это не значит, что я просто люблю животных. Если я их люблю, я их должен защищать. И как защищать? Это тоже, наверное, должен определить каждый. Ходить и кормить животных в подъездах, ходить с торбами и, я не знаю, вот это, что мы кормим, мы сами и делаем все возможное, чтобы у нас было этих животных как можно больше в городе Южном. Поэтому я готов к диалогу, я готов общаться, готов вместе с вами принимать решения. Давайте, у меня будет какой-то там понедельник, приемный день, приходите, еще раз будем на эту тему говорить.